Тысячи немецких орудий внезапно открыли огонь по советским пограничным заставам, по штабам и расположению войск. Так и началась Великая Отечественная война Советского народа против фашистской Германии. Воспоминанием об одной из самых судьбоносных битв в истории нашей страны предаются сыны Отечества. Проект с таким названием реализует Центр Лесная сказка. Ученики школ со всего Щелковского района приняли участие в концертной программе, посвященной 75-летию битвы за Москву. Сегодня проходит районный урок, посвященный 75-летию битвы под Москвой. К переломному моменту, так оно все об этом знают, на беспощадный путь Берлину открыли битву за Москву. В мероприятии присутствует сегодня порядка 400 детей. Это представители районного проекта «Сыны Отечества», «Орлята» и «Юно-армейцы». Мы собираемся здесь для того, чтобы в наши души проникла боль нашего народа, боль наших отцов, дедов, прадедов, боль войны. Пришло понимание того, что такого, как это было когда-то, допустить ни в коем случае нельзя. Мы гордимся с вами тем, что именно на нашей, подмосковной земле, был нанесен первый сокрушительный удар немецко-фашистских войск. На сцене звучат стихи и песни о самом главном – подвиге советского народа. 75 лет назад ценой неимоверных усилий был остановлен натиск немецко-фашистских войск. Сохранение памяти о непосильной жертве теперь в руках этих совсем еще юных ребят. Для участников проекта «Юноши и девушек» из отрядов «Орлята» и «Юно-армейцы» это не первая патриотическая акция. Каждая из них старается внести вклад в увековечивание исторической памяти, будь то знание о подвиге своих прадедушек и прабабушек или чтение литературы, посвященной Великой Отечественной войне. Мне Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, мне шагают наши в атаке, а фашисты падают замертво. Когда идет речь о войне, у меня сердце начинает плакать. Просто, это прямо говорю, мне плакать начинает. Мне очень тяжело вспоминать, думать об этих годах, как люди страдали в этот момент. Концертное выступление – подарок участникам проекта подготовил творческий коллектив Центра «Лесная сказка. Веселый ветер». Ребята не только декламировали известные произведения, посвященные подвигам военных лет, но и в театральных постановках проследили ретроспективу самых значительных моментов войны. В ходе боев в декабре-январе враг был отброшен от Москвы по линии фронта на 100-250 километров. Угроза столицы окончательно миновала. Дорого далась первая победа. Сотни тысяч убитых, миллионы раненых и пропавших без вести. Если бы на каждого погибшего в этой страшной войне приходилось хотя бы одна минута молчания, мы бы молчали в 51 год. В память о погибших на этой страшной войне – минута молчания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!